и всем привет друзья с вами вампир и сегодня как я обещал у нас немного новый формат рубрики рандом те кто смотрел предыдущий выпуск знают что формат немного поменяется и теперь у нас получается вот следующее у нас есть очень маленький такой списочек из 500 игр на данный момент их на пять сотен будет их больше пополняться они будут с каждым разом и вот среди них я буду рандом на с помощью сайта random.org выбирать одну игру и показывать я вам 10-15 минут выпуске будут скорее всего выходить два раза в неделю я постараюсь это сделать конечно чтобы не выходили два раза в неделю ну и сами игры там разномастные так сказать но 80% из них это инди малоизвестные также есть там и стратегии квесты вроде как шутеры и прочее что ж в этот раз у нас на random work получилось число номер четыреста пятьдесят три и эта игра под названием frozen end zone или frozen cortex как она обозначается сейчас стиме видимо это именовали эта игра с ранним доступом создатели кстати frozen synapse не ожидал что не выпустят еще игру если кто не знает frozen synapse такой тактический шутер с видом сверху ну так вот эта игра у нас не шутер а тактический спортивный симулятор ну так что давайте приступим посмотрим что это у нас за игра сразу нас просят за логиниться но честно скажу игру не покупал игра в стиме стоит 450 рублей как-то мне не хотят утрати 450 рублей на такое тем более игра с ранним доступом так что сыграем оффлайн сразу видно упор идет на мультиплеер видимо она все таки ну знаете есть игры которые идут упор на кампании стирик который вот тут упор на мультиплеер вот это одна из них выглядит неплохо так сказать музыка приятная что давайте кроме туториалы и попробуем один матч на раз компами как играть frozen какие там endzone это мяч вылетка граната блин это типа ваши ворота донесете короче как американский футболу только с роботами мечом били гранаты получается что так вы не можете идти поверх блоков вы не можете бросать поверх больших блоков и все это пошагово получается американский футбол с роботами не знаю какой то в стиле киберпанка и он просто будущее какое то есть наша команда вражеская красная это видимо вражеская синяя наша что ж давайте попробуем райт кликом допустим пойдет сюда это например не давая вот сюда пойдешь допустим ты станешь вверх ладно давай на левую кнопку должны выбираться и понты нет то есть останешься тут ты останешься тут и по идее если я вообще с первым возьму вторым кину и третьему то запасу эту на пробел активируется ход как бы типа каждый ход тут папа шагово все ясно если кто не не понимает то то есть наши действия их не кто есть и кстати фразин сенамс тоже самое происходит только с виду сверху то есть вы делаете всем ходы раздаете и в итоге нажимаете ход происходит ход происходит какое-то действие минимальное и дальше 5 распределяете ходы и прочее не интересует что этот робот делать если ему скал здесь осталось так а ты стал на совать может чулку а на бэкспейс можно удалять вайпоинты ясно 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 допустим день 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 так 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 можно выбрать красных хэйф раны тихо то есть можно тут идет суть в чем суть игры то есть можно либо пас она совать либо можно управлять про свою команду на перехват красной команде тогда вот наш побежит на перехвата он остановит красной и в итоге не будут пока драться парень с мечом кто у нас будет с мечом добежит до ворот и будет гол так вот фигня чё райт клик то райт клик да райт клик кому райт клик допустим на этом побегу этим побегу на этого так этими побегу на этого едем на этого друге получается беру мячик и прось забивать гол чем у нас получится таки все страдает херня я забил гол прикольно что еще расскажите с ипоинтами можно делать а вы поняты можно вот передвигать а вот чё как происходит то есть от свой поинт ставится вот они выполнят ему можно увеличить время то есть может можно рассеять до конца и он будет стать очень долго и потом через какое-то время побежит дальше на следующий вейпоинт мэн гол это то вот эти параши говорят что надо забивать гол парень с мечом выбрать парня удалить свои поинты а удалять можно бэкпоинты на бэкспейс либо на либо на среднюю кнопку мыши расскажу что вот одни можно взять мяч другими можно делать планы типа потому что перехваты всякие можно и вроде как пасовать и точно не уверен таки он берет мяч бежит и забивает гол хочу чтобы он гол забил так он дать промо сыграть все тактики что ж мы собираемся против компа это диктор типа всем привет кто-то типа турнир тара тата типа привет я робот боб вражеская команда моя команда туда же каждая свое здоровье что я каждая свое имя здоровье блин окей давайте пробуем забить гол над тег тойпойнты брать этот чувак берет мяч допустим этот чувак бежит на перехват этот чувак тоже бежит на перехват это два три чувака допустим если сделала так этот чувак на перехват этот человек на перехват это время тусят они перехватывают этих чуваков не давай мне пройти а ты пока пробежал ты же что-то и бежишь как-то забивать гол давайте посмотрим что же произойдет пробелы да тут каждый ход будет останавливаться дальше а чё компы вообще ничего не делают ладно раз компы ничего не делают стоп а чё стоит стоит потом нас бежит сюда 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 там на него короче давай сбегаю гол все компы стоят почему-то ничего не делают типа тачдаун чё дальше то делать не правда компы то хоть будет двигаться тут написано красный комп синие я а может гейм нам нужно нет гейм меню синглплеер синглплеер более ну вот один из семнадцати что-то я во всем не разобрался и понял примерно как ходы делать и прочее но как это все дело запустить юнитов переключать допустим вот типа правильно нажать погнали теперь просчитывается ход нет кликся посмотреть а вода компы задвигались да вот прошло половина хода получается показывает куда начали двигаться компы то есть у нас половина хода прошло мы теперь можем поменять примерно тактику свою допустим этого чувака отправить на перехват этот чувак все еще бежит на перехват стоит здесь скорее вот так чтобы точно перехватить красного этот чувак пытается перехватить все инститивы тут этот чувак бежит сюда и наверное тоже пытается перехватить инститивы этот уже прикрывает ну и а да я точно своему главному то ничего не сказал что делать вот так я уверен давай погнали то есть это все делается в восемнадцать ходов как написано вверху справа видимо за восемнадцать ходов надо как-то попробовать забить гол и вот что у нас получилось на втором ходу а нет он типа еще генерирует ход или что да да вот второй ход загружен вроде как или что-то типа того и вот как это выглядит теперь уберем мяч воу воу так парень с мечом а у нас трое на линии их всех трех блокирует видимо один чувак нет а просто он то сможешь его заблокировать блин а все пути то перекрыты хехе я этого не ждал так а ты остаешься здесь и блокируешь этого чувака все еще а ты должен как то пробежать не знаю как то вот так что ж попробуем смотрим интересно спи за несколько ходов сделать это аааа перехват бегут звук с ноги блин мяч у тех чуваков да стоп ты тогда куда бежишь ты наверх беги допустим так на перехват ты как то не знаю забирай назад ты у нас один беги сюда беги сюда я сказал да ты все еще дальше сорожайся и вот еще один чувак тоже как то пытайся перехватить наш тут по идее трое так четвертый ход генерируется выглядит все это дело прикольно конечно но за 18 ходов как то выиграть все так тактически но я даже не знаю смогу ли я и что получилось воу он его кинул стоп а откуда тот чувак появился мячки еще можно кидать нифига себе написано 47 ярдовый пас все красный выиграл чё блин если бы знал как посылать его наверное тоже выиграл блин ладно друзья тут уже столько времени прошло что ж вот такая вот прикольная штука пошаговая стратегический спортивный симулятор но это американский футбол это знаете больше любят в америке не знаю как у нас в россии с таким будут относиться но цена в 450 рублей это как то сильно жестоко для раннего доступа так что я не знаю в этой игре поставлю оценку всем из десяти за хорошую музыку за приятную игру приятную на глаз с синими оттенками такими синий красными синий желтый красными ладно ну а так она больше мультиплеером больше на мультиплеером компаний как никого нет но что футбол это все на мультиплеер завязано хотя фифу я не знаю все таки сингл больше тоже играют там всякие типа турниры и так далее здесь наверно тоже турниры есть можно как то сделать поиграть ну вот такая вот игрушка под названием frozen endzone либо frozen cortex от создателей frozen synops что ж всем спасибо что смотрели если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь комментируйте можете писать кстати свои игры я включу их в список что ж всем спасибо и всем пока увидимся увидимся в следующем видео Продолжение следует...